ДНР ввели военную цензуру и комендантский час, в Ленобласти пропал памятник финским солдатам, а в российских женских консультациях гинекологи будут отговаривать беременных от абортов по методичке. Это утренние новости в «Объективе», я Екатерина Воропаи, и сегодня мы обсудим самые актуальные события. Наливайте кофе, ну или чай, и начинаем. Самопровозглашенные ДНР ввели военную цензуру и комендантский час. Военная цензура распространяется на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Прослушивать телефоны, читать письма и переписки в интернете сможет ФСБ совместно с Минсвязи и Мининформации Республики. Жителям ДНР больше нельзя находиться на улице и в других общественных местах с 11 вечера и до 4 утра. В этот период не будет работать общественный транспорт, на частных машинах тоже передвигаться нельзя, если только у водителя нет специального пропуска. Еще в ДНР теперь нельзя проводить собрания, забастовки, шествия, митинги и демонстрации. Также начал действовать особый режим въезда и выезда в ДНР. На границах разместили блокпосты. А правоохранительные органы получили право прекращать деятельность, цитата, иностранных и международных организаций, которые угрожают обороне и безопасности России. Интересно, как? Главы Армении и Азербайджана встретятся 5 октября в Испанской Гранаде. В этот день там будет проходить саммит европейского политического сообщества. Встречу Пашиняна и Алиева посетят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, ну и главы других европейских стран. Как отметил Пашинян, подписание соглашений с Азербайджаном не планируется. Стороны просто обсудят возможные пути решения проблемы с Нагорным Карабахом. А назавтра в Брюсселе запланированы консультации между представителями Армении и Азербайджана. Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что все армяне, проживающие в республике, ее покинут. А это 120 тысяч человек. Они, по словам чиновника, не хотят жить в составе Азербайджана и опасаются этнических чисток. Глава Армении Пашинян заявил, что страна готова принять всех беженцев. Вчера Пашинян выступил с посланием к нации. Он отметил, что структуры безопасности, в которых состоит Армения, неэффективны. Ну и речь прежде всего идет, конечно же, об ОДКБ. По мнению Пашиняна, недавние события вокруг Нагорного Карабаха вызывают вопросы о целях и задачах российских миротворцев. Пашинян ведь и вата обвинил Россию в бездействии. По его словам, союзники страны поставили задачу, показать уязвимость Армения и невозможность иметь независимое государство. Глава аппарата Пашиняна и бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян высказался более однозначно. Он обвинил российские СМИ в гибридной войне против Армении. Так он отреагировал на слова публициста Георга Хачатуряна в шоу на НТВ. Рассказывая о протестах в Ереване, Хачатурян сообщил, что армянские демонстранты, которые прорвались 20 сентября в здании правительства, наткнулись на американских десантников, прибывших на учение. На самом деле такого не было ни прорвавшихся демонстрантов, ни десантников. Также Арутюнян посетовал, что самые большие пропагандисты российских телеканалов, которые не поддержали Армению, как раз и сами оказались армянами. В Санкт-Петербурге вчера вечером одновременно пропал свет в поселке Шушары и аэропорту Пулково. В аэропорту свет отключили всего на минуту в зале вылета внутренних рейсов. Быстро включилось аварийное освещение. Шушары провели без света дольше, несколько часов. Жители поселка утверждают, что перед отключением видели вспышку и слышали хлопок. Достоверного подтверждения этой информации нет. Местные СМИ передают, что свет пропал из-за возгорания на ТЭЦ. Про методички для телеканалов мы уже слышали. Теперь встречайте методичку для гинекологов. Минздрав выпустил список рекомендаций по обращению с пациентками. По всей видимости, чтобы рожали больше, гинекологи должны отговаривать россиянок от абортов. Пилотный проект запустили в Архангельской, Новгородской, Магаданской, Калужской и Тульской областях. Также методичку будут использовать в Приморском и Камчатском краях. Гинекологи должны будут проводить беседы с женщинами, которые пришли на консультацию перед абортом. Как врач будет отрабатывать возражения, зависит от возраста пациентки. Если беременный до 18 лет, то гинеколог будет напирать, что беременность – это прекрасное и естественное состояние для каждой женщины, потому что, ну, у всех же она проходит одинаково. Карьеру, если вдруг вам того захотелось, можно успеть сделать всегда. А вот ребенка родить надо в молодом возрасте, потому что, как известно, замораживание яйцеклетки еще не придумали. Также врач может упомянуть, что ребенок укрепит союз с партнером. Если пациентке от 18 до 35 лет, то ее будут поощрять наградами. Например, в методичке есть такая фраза, что если вы родите 7 или более детей, то можете быть награждены орденом родительской славы. При рождении 4 и более детей – медалью к данному ордену. Демографический переход, как известно, от лукавого, но в методичке такого нет. Еще беременных этой возрастной категории будут убеждать, что дети не всегда отвлекают от домашних дел. Они в основном заняты играми между собой и общим делом, так что, видимо, нужно рожать сразу двоих. И, конечно, можно немножко припугнуть, ведь по статистике, говорит нам методичка, пара с детьми разводится реже, чем бездетные. В скрипте для женщин старше 35 лет тоже есть запугивание. В старшем репродуктивном возрасте сложно стать мамой, иногда не помогает даже ЭКО. В таких случаях, как написано в методичке, остается только два выхода – усыновить ребенка или смириться с невозможностью стать родителями. Как вам эта методичка? Пишите в комментариях. А я напомню, что наличие и количество детей, ровно как и возраст, когда их рожать – это ваш личный выбор. В Ленобласти пропал памятник финским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Его установили в июне 2019 года при поддержке Финского министерства культуры и образования на месте захоронения 130 финских военнослужащих. Местные жители обратились к администрации Приозерского района с вопросом о судьбе монумента. Власти ответили, что администрация за содержание памятника не отвечает. Куда он делся и где сейчас находится – не знает. А кто же, интересно, знает. Второй российской фигуристке запретили выступать под песню «Рамштайн». Тренерский штаб решил заменить песню из программы Таисии Проскуряковой. Под композицию «Рамштайн» спортсменка успела выступить один раз – на турнире 23 сентября. Именно тогда, видимо, песню группы, которая публично поддержала Украину, засек тренерский штаб. В похожую ситуацию совсем недавно попал фигурист Петр Гуменник. Он тоже собирался выступать под «Рамштайн» и долго репетировал номер. Однако из-за требований заменить песню ему пришлось выступить с прошлогодней программой на контрольных прокатах сборной России. Как отметил тренер спортсмена, использовать песню «Рамштайн» запретили, потому что это не патриотично, плохо, ну и тому подобное. Политика Владимира Кару Мурзу вчера этапировали в колонию строгого режима номер 6 в Омске и сразу же отправили в штрафной изолятор. Путь до омской колонии занял около трех недель. Политика вывезли из московского СИЗО еще 4 сентября. По словам его адвоката, Кару Мурзу поместили в штрафной изолятор за какое-то нарушение, которое политик якобы совершил в СИЗО 1 города Омска. Там он пробыл несколько дней, прежде чем отправиться к окончательному месту заключения. Напомню, что в апреле этого года Мосгорсуд приговорил Кару Мурзу к 25 годам заключения по статье за государственную измену, а также за фейки и сотрудничество с нежелательной организацией. И в завершении выпуска хорошая новость из мира науки. Капсула с образцами материалов с астероида Бенну вернулась на Землю спустя 7 лет после запуска зонда OSIRIS-REX. Аппарат собирал образцы материи астероида и внимательно изучал его структуру и свойства. Эти материалы существовали еще до появления Земли. А некоторые крупицы, возможно, появились даже до Солнечной системы. Они помогут ученым ответить на вопрос, откуда мы взялись и как сформировалась наша Солнечная система. На этом наутро у меня все. Желаю вам продуктивного дня и до встречи вечером. Субтитры подогнал «Симон»